Вы только что видели моделирование столкновения астероида с Землей. Модель астероида размером с горошину врезалась в небольшой участок Земли. Это моделирование демонстрирует удивительный путь, посредством которого огромное количество воды могло достигнуть нашей планеты. И это важно, ведь на Земле много воды, около 70% поверхности нашей планеты покрыта водой. Но как вода оказалась на Земле? Существуют разные гипотезы. Вода могла присутствовать на Земле с самого начала, или была доставлена сюда извне. Помимо комет, которые, по сути, являются замороженными пылевыми глыбами, нужно также учитывать астероиды, которые содержат молекулы воды, связанные с их породами. Более 4 миллиардов лет назад Земля подверглась серии астероидных ударов. Это называется поздней бомбардировкой. Ранее считалось, что вода из астероидов во время интенсивных ударов теряется. Но это может быть и не так. Учёные из НАСА использовали вертикальную пушку высотой с трёхэтажное здание, чтобы сымитировать этот процесс, используя маленькие модели. Они стреляли кусочком минерала под названием антигорит, примерно на 13% состоящего из воды, в небольшой кусок пемзы, не содержащей воду. Снаряд размером с горошину пролетает всего 3 метра, но скорость его превышает 17 тысяч километров в час. Учёные обнаружили, что несмотря на экстремальные температуры при ударе, до 30% той воды, что содержится в антигорите, задерживается в расплавленной породе. Когда миниатюрная модель астероида врезалась в пемзу, та плавилась и сливалась с крошечными кусочками снаряда. Образовывалась сцементированная порода под названием брекчия. Молекулы испарённой воды оказывались в составе брекчии, как вы можете видеть на этих кадрах. В настоящих астероидах, падавших на Землю, могло содержаться много воды, и она могла быть выпущена позже, например, в виде пара из потоков лавы. Таким образом, этот эксперимент подкрепляет гипотезу о том, что астероиды доставили огромное количество воды на нашу планету и помогли сделать жизнь на Земле возможной. Субтитры создавал DimaTorzok